Можно ли в процессе выполнения свертки использовать не одну сворачивающую функцию, а несколько сворачивающих функций? Оказывается, можно. Давайте посмотрим, каким образом это делается. Предположим, что перед нами стоит следующая задача. Нам нужно за один проход по списку с помощью одной свертки вычислить сумму элементов списка и произведение элементов списка. Давайте попробуем это сделать. Давайте напишем, во-первых, фолдер, имя свертки. Во-вторых, имя функции, место, где мы поместим лямбду, которая выражает вот эту функцию. Здесь мы поместим некоторое инициализирующее значение. Ну и, наконец, для проверки возьмем какой-нибудь список. Но давайте возьмем список 1, 2, 3, 4, который мы будем одновременно и складывать, и перемножать. Что же нам нужно сделать? Нам нужно где-то отдельно держать значение суммы, а отдельно держать значение произведения. Хорошая идея для этого использовать пару. В одном элементе пары мы будем накапливать сумму, в другом произведении. Поскольку возвращаемый тип будет пары, то инициализирующее значение тоже должно быть парой. Сумму мы должны естественным образом инициализировать нулю, поскольку свертка пустого списка на предмет суммирования должна равняться нулю. Произведение мы должны инициализировать единицы. Теперь мы уже готовы перейти к написанию нашей лямбды, то есть той функции, которая, собственно, будет осуществлять свертку. Этой функции передается два аргумента. Во-первых, первый аргумент — элемент списка. В качестве второго аргумента передается пара. Мы могли бы здесь написать букву QP, но здесь стоит познакомиться с еще одной идеей. Оказывается, что мы можем использовать сопоставление с образцом внутри лямбды. То есть мы можем не написать здесь букву QP, а потом обращаться к элементам этой пары с помощью проекции FST и SND. А написать здесь просто образец. Первый элемент этой пары относится к сумме. Свяжем получившийся элемент переменной S сам. Второй элемент, естественно, свяжем переменной P. Таким образом у нас передается X и передается пара в нашу функцию. Что же должна делать наша функция? Очевидно, что S — это накопленная на хвосте сумма, P — это накопленная на хвосте произведения. Значит, все, что нам нужно сделать на текущем шаге нашей рекурсии, нам нужно вернуть пару, в которой в качестве первого элемента содержится сумма X плюс P, а в качестве второго элемента произведения X умножить на P. Ну, конечно, в первом случае мы должны прибавлять не P произведения, а S сумму, потому что в первом элементе у нас копится сумма, иначе все будет неправильно. X плюс S и X умножить на P. Вот теперь вроде все верно, давайте будем проверять. Да, действительно, у нас в первом аргументе накопилась сумма этих четырех чисел. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 дается десятка. Ну и в катериал четверки произведения 1, 2, 3, 4 — это, конечно, 24. Субтитры сделал DimaTorzok